Здравствуйте! С вами портал Экзагет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем наш с вами курс, посвященный Божественной Литургии. В рамках нашей прошлой лекции мы поговорили о завершении Литургии Оглашенных, о той части богослужения, на которой могли присутствовать готовящиеся к крещению люди. Соответственно, та часть точенопоследования закончилась своей молитвой о оглашаемых и, соответственно, призывом к тому, чтобы они покинули Литургическое Собрание. Теперь перед нами основная часть богослужения Литургия Верных. Начинается она двумя краткими ектиньями, каждая из которых сопровождается своей молитвой о верных. Первая ектинья Паке и Паке состоит, собственно, из трех обычных прошений. И читаем мы первую молитву внутреннюю. Благодарим Тебя, Господи Божий небесных сил, сподобившего нас предстать ныне перед святым Твоим жертвенником и припасть к милосердию Твоему, прося о прощении наших грехов и грехов народа по невежеству совершенных. Прими, Боже, моление наше, да достойно принесем Тебе моления, мольбы и жертвы бескровные о всех людях Твоих. Укрепи нас, поставленных Тобой на служение Тебе силой Духа Твоего Святого, да без осуждения и непорочно, в чистом свидетельстве совести нашей, призовем Тебя во всякое время и на всяком месте. Ты же, внимая нам, милостив к нам будь по множеству любви Твоей, ибо Тебе единому подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пристно и во веки веков. Аминь. Собственно, текст первой молитвы верных дает нам определенного рода смысловую полифонию. С одной стороны, мы можем сказать о том, что здесь говорится о всем собрании. То есть, мы, упоминаемые в молитве, может быть нами осмысленно, может быть нами интерпретировано, как все собрание христиан. Собственно, здесь и говорится о служении Богу во всякое время, на всяком месте, то есть, не только о каком-то конкретном чинопоследовании, совершаемом в храме. В этом смысле мы имеем в виду апостольское слово, которое цитирует ветхозаветное откровение о том, что вы царственное священство, люди избранные, взятые в удел, народ святой. И, соответственно, к этой высоте призвания данный молитвенный текст, собственно, и апеллирует. При этом, однако, наблюдаемые в нем в нескольких фрагментах обозначаемые разделения, то есть, о грехах нас и невежестве народа, в общем-то, дают нам возможность рассмотреть это и во втором смысловом поле. Что все-таки здесь, внутри начала литургии верных, начинает прослеживаться определенная демаркационная линия между клиром и мирянами. Более четко, да, более однозначно, эта мысль будет проявлена во второй молитве верных. Но здесь принципиально важный момент. Само словоупотребление про наши грехи, народное невежество, отсылает нас, в общем-то, к посланию к евреям, а соответствующие его фрагменты к совершенно конкретной практике Ветхого Завета. В послании к евреям мы читаем о том, что единственным истинным первосвященником, тем, кто только и может совершать истинную жертву перед лицом Божьим, является, собственно, сам Господь наш Иисус Христос. Любое временное священство, и в этом плане, например, апостол говорит о левицком священстве, о священстве Ветхого Завета, было само обременено и грехами, и невежеством, и впадало в нечистоту, и во всем этом нуждалось в исправлении, очищении. Более того, и ввиду того, что состояло из обычных людей, и, соответственно, поколения смеяли друг друга, нуждалось в восстановлении. Одни должны были возводить в эту степень других, так как уходили в вечность. Ничего этого не нужно, когда мы говорим о священстве Христа. И здесь принципиально важно, что его священническое служение соединяет в себе, и мы в рамках наших последующих лекций об этом подробно поговорим, самые разные стороны священнодействия. Мы увидим, как литургия будет говорить о Христе, как о приносящем и приносимом, о принимающем и раздаваемом Христос, как мы увидим и ясно из текста Нового Завета, и из литургического последования, которое всецело на него опирается, есть и жертва, и священнодействователь, и тот, кому приносится эта жертва. Он стоит и на стороне людей, и на стороне божества. Во второй молитве верных, повторюсь, тема обозначенного нами разделения звучит более однозначно. Молитва эта звучит в рамках второй ектеньи, которая при служении священникам без диакона также кратко представлена. При служении же с диаконом туда добавляются еще четыре прошения, в общем-то звучащие на самом деле ровно для того, чтобы священник мог в рамках с течением времени сформировавшейся практики прочитать в это время тайно данную молитву про себя. «Вновь и многократно, к тебе мы припадаем и тебе молимся, благое человеколюбивый, да воззрев на моление наше, очистишь наши души и тела от всякой скверной плоти и духа, и удостоишь неповинного и неосужденного предстояния святому твоему жертвеннику». С одной стороны, кажется, что это тоже вполне себе общий тезис. Все приступают к престолу благодати, но дальше молитвенный текст дает очень четкую демаркацию, четкое разделение. «Даруй же, Боже, и молящимся с нами преуспеяние в жизни и в вере и в разуме духовном, дай им всегда со страхом и любовью служащим тебе, неповинно и неосужденно причаститься святых твоих тайн, и небесного твоего царствия сподобиться, дабы силою твоею всегда хранимые все тебе славу высылали, отцу и сыну и святому духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». А вот здесь на более, повторюсь, таком как бы четком материале мы видим, как на самом деле достаточно ясно и провозглашается вот эта идея, ну скажем так, двух типов священнического призвания в христианстве. Это священство всеобщее, преподанное всем верным, и священство иерархическое, существующее внутри первого. На самом деле абсолютно похожего рода и логики структуру мы наблюдаем и в Ветхом Завете, где с одной стороны как раз именно о общине Израиля, во-первых, и главных в свое время было сказано, о том, что вы люди взятые в удел, да, и народ святой. Но однако же при всем при этом, внутри нее мы наблюдаем появление совершенно конкретной священнической иерархии, против которой в свое время выступала некоторая часть израильского общества, это так называемое восстание Корея, Дафана и Аверона, которое, в общем-то, ничем особенно благополучным, как из текста священного писания следует, мы помним, не закончилось. В этом смысле, наверное, на материале двух данных молитв мы еще раз подытожим православное учение о священноначалии и иерархии. Мы ни в коем случае и никогда не говорим, что в рамках, например, литургии или вообще шире церковной жизни кто-либо из представителей иерархии символизирует или замещает собою Христа. Нет, актуальным главою церкви, руководящим ею и священнодействующим в ее тайнах является Господь наш Иисус Христос. Однако он же поставляет некоторых из своих учеников на то, чтобы они учили и вели общины верных, вверенные их попечению, предстательствовали в молитвах, служили предстоятелями, собственно, отсюда именование пресвитеры, старейшины, которые они и будут осуществлять. То есть совершенно нормально и естественно говорить о том, что в церкви и через церковь начинает реализовываться тайна освящения всего мира, превращение его всего в престол для присутствия Божия, что в конечном итоге, по слову Священного Писания, должно закончиться тем, что Бог будет все во всем. Пока эта тайна в раскрытии, она в действии, но не в совершении. И, соответственно, отсюда мы видим разные степени вот этого, скажем так, раскрытого или актуализованного священства. Первую, главную и высшую у Христа и, соответственно, у церкви две другие – священство иерархическое и всеобщее священство верных. После возгласа второй молитвы верных мы слышим, наверное, одно из самых известных, самых очевидно соотносящихся в нашем самом таком широком и обыденном сознании с литургией песнопений – это херувимскую песнь. Названа она так, в общем-то, ввиду своего базового смысла, того, что в ней упоминаются небесные силы, служению которых мы, как священодействующая община верных, себя уподобляем. «Херувимов тайно образуя, и животворящий троица, тресвятую песнь воспевая, отложим ныне всякое житейское попечение, дабы принять нам царя всех ангельским воинством невидимо сопровождаемого». Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. В практике это песнопение, как правило, разделяется на две части. То есть сначала поется часть херувимов тайно образуя и животворящий троица, тресвятую песнь воспевая, отложим ныне всякое житейское попечение, в рамках которой происходит первый объем священодействий, входящих в чинопоследование Великого Входа. В рамках литургии мы можем говорить о двух такого рода действиях. Малом Входе, в котором, напомню, мы говорили с вами об этом на одной из наших предыдущих лекций, в алтарь на престол вносится и полагается Священное Писание, Евангелие. В рамках Великого Входа также на престол возлагаются те самые хлеб и вино, которые действуем Божьим, молитвами Церкви и станут телом и кровью Христовыми. Поэтому, собственно, каждое из этих действий получает наименование Входа. Оригинально и Евангелие хранится где-то вне алтарного объема, соответственно, и хлеб и вино, приуготовляемые к таинству, тоже находятся изначально вне алтаря, внутри того пространства, куда их просто приносят верные. Дальше, соответственно, мы, когда обсуждали с вами про скамидию, говорили, как она осуществлялась в Древней Церкви, как избиралась лучшее из принесенного, какие священодействия над ним совершались, и, соответственно, вот наступает момент, чтобы это избранное было внесено, собственно, в алтарь. Этим местом, например, в храме Софии Константинопольской была скевофилакия, сосудохранилище. Похожего рода какие-то объемы были выделены и во многих других храмах. В основном они никак не сообщались с алтарным пространством, поэтому необходимо было объективно выходить процессией из алтаря, идти в скевофилакию и брать, собственно, вот это самое вещество, и на престол его вносить. В практике эти действия, конечно, претерпевали определенного рода изменения с течением времени. Ну, например, на саму подобного рода практику мы видим указания в текстах Фёдора Мапсуэцкого, датируемых, ну, однозначно, второй половиной IV века, где-то до 392 года. Фёдор описывает, как декана в абсолютном молчании всей общины исходят из алтаря, идут, принимают эти хлеб и вино и в абсолютном молчании на престол их полагают с течением времени. Практика эта изменится до того, что не только декана, но и, собственно, пресвитеры будут участвовать в этом внесении даров. Архиерейская литургия, замечу, сохраняет здесь, опять же, как и в огромном числе случаев, наиболее древнюю логику. Мы видим епископа, который не выходит из алтаря, а стоит во вратах и ожидает, когда процессия внесёт и преподаст ему вот эти хлеб и вино. То есть это, повторюсь, логика самая очевидная, самая древняя. О самом тексте песнопения мы можем с уверенностью говорить где-то по второй половине VI века. Это примерно 573-74 годы, когда по велениям императора Иустина II данный текст утверждается к повсеместному употреблению за великим входом на богослужение. Мы увидим в практике, что эти тексты могли быть различными, и до сих пор православный устав предполагает, например, в Великий Четверг пение «Вечери твои, я тайная, днесь» в этот момент, а, например, в Великую Субботу «Да молчит всякая плоть человече». Из чего мы можем сделать выводы, что да, действительно, возможно, и в каких-то иных традициях, и под какие-то, может быть, ещё дни церковного года, в принципе, песнопение это могло варьироваться. В современной практике и в литургии Иоанна Златоуста оно принципиально всегда одно и то же. Соответственно, на литургиях Василия Великого, вот на примерах Великого Четверга и Великой Субботы мы видим возможность вариативности, возможность изменений. В приходской практике, в момент, когда начинается пение херувимской песни, священник читает молитву, во многом уникальную для литургического текста, так как она одна посвящена ему самому, его личным отношениям с Богом. Мы говорили, что и на объёме ранее рассмотренных нами текстов, и на примере молитв верных первых двух, в принципе, всегда звучит тема клира и общины верных, или в целом общины верных. Никогда узко не выделяется клирик как таковой. Но принципиально важно, что одним из главных радикальных изменений, которые вообще христианство принесло в мир, стало его учение о личности, о значимости и важности каждого одного, единственного и уникального перед лицом Божьим. И в данном случае такого рода мысль подтверждается этой молитвой. Это не значит, что клирик уникален на фоне всех остальных собравшихся. Мы только что поговорили о всеобщем священстве. Здесь имеется в виду простая мысль. Он живой человек, который содействует, со-служит и Христу тайноводствующему этим литургическим действием и общине верных, молящийся за этим действием. И он, безусловно, вот как по слову апостола Павла, обременен многими немощами, грехами, впадает в прегрешение и, соответственно, является самым обыкновенным человеком, который вдруг оказывается поставлен перед лицом такого великого служения. К тому, чтобы понять это на материале библейских параллелей, можете обратить внимание, например, на служение пророка Моисея, который, с одной стороны, конечно, призван Богом, но, например, к моменту бы получения Синайского откровения вся мужская часть Израиля должна была бы пойти и на Синай откровение получить. Однако же в ужасе от вида Синайской горы все отправляют туда в качестве главного депутата от собравшихся самого Моисея. Со словами «всё, что тебе Бог скажет, мы примем, все заветы, которые заключит с тобою, заключим и согласимся, только сами не пойдём». Итак, Моисей на 40 дней оказывается в присутствии Божьем от лица собравшихся. Вот в некотором смысле похожим способом ощущает себя священнослужитель во время совершения данного таинства. Поэтому, конечно, он ищет и личной помощи, и личной поддержки, и личного прощения для того, чтобы ну хоть как-нибудь соответствовать происходящему. Что мы видим в тексте этой молитвы? «Никто из связавших себя плотскими похотями и сладострастием не достоин приходить или приближаться или служить тебе, Царь Славы. Ибо служение тебе велико и трепетно, и для самих небесных сил. Но по несказанному и безмерному твоему человеколюбию непреложно и неизменно ты стал человеком и первосвященником нашим, заповедав нам совершать священодействие этой бескровной жертвы, как владыка всех». Мы сразу, во-первых, и главных видим, что эта молитва обращена священникам к Христу, который именуется Царем Славы, Владыкой всех, Господом и Богом. «Ибо ты, Господи Божий наш, один владычествуешь над небом и землей. На престоле небесном возносят тебя херувимы. Для грозных серафимов ты Господь и новому твоему Израилю Царь. Ты единый святой Бог и в святых почиваешь. Молю тебя, единого благого и с милостью внимающего. Воззри на меня грешного и недостойного раба твоего, и очисть от помышлений лукавых мою душу и сердце. И удостой меня силою святого твоего духа, облеченного благодатью священства, предстать перед святым твоим престолом и священнодействие совершить, святого и причистого от твоего тела и драгоценной крови. К тебе приступаю, склонив голову мою, и молюсь тебе, не отврати лица твоего от меня, и не изгони меня из числа служителей твоих, но позволь мне грешному и недостойному рабу твоему принести тебе эти дары. Ибо ты и приносящий, и приносимый, и принимающий, и раздаваемый Христе Божий наш, и тебе мы славу воссылаем с обезначальным твоим отцом, и пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». Замечу, что данный молитвенный текст при всей его глубокой личностной ориентированности, говорящей о вот этих глубоко интимных отношениях между конкретным человеком и Богом, при всем при том, имеет очень ясные и яркие догматические формулировки. По всей видимости, возникает он где-то около V века, и сначала присутствует в литургии Василия Великого, и уже оттуда, безо всяких изменений, с течением времени проникает в литургию Иоанна Златоуста. То есть на данном этапе и одно и другое литургическое чинопоследование содержит его именно в том виде, в котором мы сейчас его услышали. Относительно догматических формул, с одной стороны, здесь безусловно, многократно, в самых разных видах и формах, как правило, заимствованных из священного писания, говорится о божественности Христа. Ну как бы к тому моменту, к V веку, этот тезис понятен и очевиден. Совершенно однозначно уже отринуты арианские заблуждения, мысль о том, что сын каким-либо образом не равен отцу, всё это давным-давно в прошлом, мысль о троечности божества совершенно очевидна для церкви. Но этот период времени – момент, когда церковь разделяется совершенно иными спорами. Ведётся очень сложная богословская дискуссия о природе или природах Христа. То, что он, Бог, все однозначно принимают. А какова его человеческая часть? Природа ли это? Вид ли или образ? Что мы можем сказать о человечестве Иисуса? Церковь будет в рамках нескольких соборов бороться с разными изводами ереси по этому поводу. Это нестарианство, которое будет очень настаивать на том, что, конечно, да, Христос и Бог, и человек, но и личностно Он и Бог отдельно, и человек отдельно. То есть, можно говорить о Сыне Божьем и Сыне Марии в исторической перспективе, как, можно сказать, о двух разных личностях, что исключительно своеобразно. Будет бороться с монофизитством, которое будет утверждать, что, да, конечно, в Христе есть человеческая природа, но в таком же объеме, как, например, капля уксуса, капнутая в океан. Уксус, конечно, будет в нем присутствовать, но реально не обнаруживаем там никаким образом. И дальше с монофизитством, с тем, что в Христе как бы и две природы, и одна личность, но и валение в нем только божественное. Ну и далее, далее. То есть, вот несколько соборов будет посвящено данной тематике. Конкретно к рассматриваемому нами периоду относится как раз борьба сначала с нестарианством, потом с монофизитством. Монофилистство – это его частный извод. И в тексте данной молитвы мы видим прекрасную догматическую формулировку, говорящую о Христе, не только как о совершенном Боге, о чем мы уже сказали, но как о совершенном человеке. «По несказанному и безмерному твоему человеколюбию непреложно и неизменно ты стал человеком и первосвященником нашим». То есть, человеческая природа Христа провозглашается здесь со всей очевидностью. Никакое нестарианство, никакое монофизитство, исключительно православное учение, ставшее из закона веры, законом молитвы в данном случае. О том же, что Христос является, как мы уже сказали, и жертвой, и священником, и тем, кому приносится эта жертва, очень ярко говорит святитель Иоанн Златоуст. «Необычен жертвенник этой жертвы». Потому что и жертва необычайная, и небывалая. В самом деле, один и тот же был и жертвой, и священником. Жертвой был плотью, а священником – духом. Один и тот же приносил и был приносим плотью. Это его беседа о кресте и разбойнике. Важно, что в христианской традиции есть два основных вектора понимания искупительного подвига Христова, спасительного действия, сатирии, спасения, которые даёт Иисус Христос человечеству и всему миру. Это условно мы могли бы назвать юридической и медицинской теориями вот этого дарования спасения. Юридическая теория, значит, называется часто теорией искупления. То есть, грех, сотворённый первыми людьми, был столь велик, что вверг благого Бога в предельное негодование. И, соответственно, он требовал сатисфакции, требовал отмщения, искупления, которое никто не мог даровать вот этому возмущённому правосудию Божию, потому что все уже под этим грехом были. Не было возможности принести ничего чистого в жертву за совершённый грех. Поэтому, собственно, Бог своего же сына сначала приводит к вочеловечению, а потом принимает в качестве жертвы, чтобы его воспалённое правдолюбие всё-таки улеглось. Теория эта звучит радикально своеобразно. У неё есть целый ряд приверженцев, в том числе среди достаточно значимых авторов. Но традиционно всё-таки в православии какого-то периода классической патристики, святоотеческой, мы говорим о другой теории, что Христос приходит восстановить разрушенную грехом природу нашу. Грех как болезнь, поразивший человечество, нуждается в прививке вот этой абсолютной святости, вечности и жизни, а, собственно, Бог и есть сама жизнь, которую и дарует Христос. И, соответственно, Он в этом священнодействии проводит человеческую природу через смерть и выводит в бессмертие. Вот поэтому, как, например, говорит нам текст данной молитвы, «Ты и приносящий, и приносимый, и принимающий, и раздаваемый Христе Божий наш». То есть, да, Христос есть участник этого процесса на всех этапах. Перед нами не жертва воспалённой праведности Божьей, что Бога оскорбило его творение и ничего не может утолить его гнев. Это очень странный образ, если даже обращаться к основному объёму священного писания. Так как крест Христов, собственно, из всего новозаветного объёма мы можем ясно об этом свидетельствовать, есть, во-первых, и главных – знамение исключительной Божьей любви. В нём Бог-Отец, Сын и Святой Дух однозначным образом свидетельствуют о том, что готовы осуществить всё и большее для того, чтобы искупить то творение, которое они ввели в бытие. После прочтения данной молитвы или же в момент её чтения священником при служении с дьяконом совершается кождение алтаря и, собственно, с Ильи, иконостаса. После чего, так как в современной практике, мы уже с вами на примере Проскомедии об этом говорили, сосуды с хлебом и вином, то есть дискос и потир, стоят внутри алтаря на жертвеннике, священнослужители подходят к жертвеннику, совершают кождение перед ним, берут сосуды и в рамках литургической процессии исходят боковыми вратами, встают на солье, как правило, у амвона, и совершают поминовение в этот момент. Мы уже говорили о том, что это очередной этап в развитии Великого Входа. На примере материалов IV века мы видим абсолютное молчание дьяканов, которые просто вносят хлеб и вино на жертвенник. Дальше мы слышим появление херувимской песни. А где-то примерно по XII-XIII веку можно говорить о сформировавшейся практике поминовений, когда вспоминаются епископ, правящий данной области. В современной практике, например, это поминовение мы начинаем с имени святейшего патриарха Кирилла, далее правящего епископа митрополии, то есть правящего митрополита, далее местного епископа и далее тех чинов, то есть благоукрасителей, благотворителей, жертвователей, поющих, труждающихся и всех православных христиан, пусть поменят Господь Бог во царстве своём. И, собственно, дальше процессия входит к престолу и полагает на нём сосуды с дарами. Нужно заметить, что по всей видимости, как предполагает ряд литургистов, сама эта практика сформировалась в рамках процессии входа на этапе, когда она шла внутри собрания верных. Ну, то есть это сейчас мы исходим из одних врат алтаря и входим в другие. На том же этапе процессия пересекала весь храм. В современной практике греко-говорящих церквей мы видим похожую же логику. Хотя и выход осуществляется из также боковой двери алтаря, но процессия идёт не вдоль иконостаса, а также пересекает практически весь храм. Соответственно, на том этапе, пока священнослужители с дарами шли в толпе верующих, те обращались к ним с молитвенными просьбами, чтобы они помянули их таких-то близких или такие-то обстоятельства, помолились о том, чтобы Господь вот в этом им помог. И, соответственно, да, по всей видимости, вот пусть поменёт Господь Бог и вас в царстве своём, и вас, и вас. Эта практика этапно и с такой самой предельно бытовой сформировалась в некую чёткую литургически оформленную. При этом нужно заметить, что одним из самых последних этапов в развитии Великого Входа стало упоминание, как ни странно, именно православных христиан. То есть, настоятеля, братью, прихожан святого храма, сего вас и всех православных христиан пусть поменят Господь Бог во царстве своём. С одной стороны, звучит вполне себе логично, но появляется этот фрагмент текста в служебниках поздно и исключительно поздно. Впервые мы встречаем его в издании служебника 1617 года. И, как ни странно, при том, что упоминает он православных христиан, служебник этот униадский, принадлежит к традиции греко-католиков. Это период очень сложных взаимоотношений и иерархии, прежде бывшей православной на Украине, соответственно, католиков через Литву и Польшу, осуществляющих активную экспансию в данный регион и сопротивляющегося этому процессу местного населения. И ряда представителей, например, каких-то значимых домов, шляхты. Собственно, Иосафату Кунцевичу, очень своеобразной фигуре всей этой истории, по всей видимости и принадлежит идея введения данного тезиса, чтобы подчеркнуть свою якобы православность на фоне всех тех, кто противится ему, что он и вводит в служебник. А противится ему, например, один из главных идеологов братского движения в этом регионе и хранителей православия, князь Острожский. Собственно, Острожская Библия – одно из самых знаковых изданий для православной церкви своего момента времени. Поэтому вот таким своеобразным способом через униатскую традицию эта вставка через южно-русские служебники появляется в служебниках московских, а уже через них проникает почти во все церкви славяноговорящие. В греко-говорящих церквях она никак не звучит. Заканчивается Великий Вход, повторюсь, поставлением дискоса и потира на престол. На этом этапе звучат тропари Великой Субботы, тем самым подчеркивая уже такую, скажем, определенную легаризацию в рамках данного момента богослужения, как бы соотнося вот это поставление даров на престол с положением Христа во гроб, из которого он восстанет уже воскресшим. Также и здесь вот эти хлеб и вино станут к завершению литургии истинными и живоносными телом и кровью Христовыми. В этот момент времени звучит диалог между священником и диаконом. В принципе, их несколько в рамках богослужения. Мы, как правило, не заостряем на них внимание, но здесь просто оговорюсь относительно структуры и логики и этого диалога, и многих подобных. Диалог звучит в следующей форме. Священник говорит диакону. «Помолись обо мне, брат и сослужитель». В этот момент, как правило, священник кадит диакона и отдает ему кадила. «Дух святой снизойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Священник отвечает. «Тот же Дух помогает нам во все дни жизни нашей». Диакон берет у священника благословение со словами «Помяни и меня, Отче Святой». «Да помянет тебя Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь». На этом этапе диакон выходит для совершения ектенье. Великий вход заканчивается. В этом мы наблюдаем одно из многих ритуальных этикетных действий, которыми достаточно полно православное богослужение. В самом широком объеме мы можем видеть их, например, во время как раз епископского богослужения. Но за формализмом византийского этикета здесь на самом деле прослеживается тоже ряд достаточно важных смыслов. Например, преподобный Иоанн Дамаскин по этому поводу пишет. «Ибо как Бог все, что Он сотворил, сотворил действием Святого Духа, так и ныне, действие Духа совершает то, что превышает естество, и чего не может вместить ничто, кроме одной только веры». «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Например, спрашивает Богородица в Евангелии от Луки. Архангел говорил, отвечает. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Этот же ответ мы слышим внутри данного диалога. «А ты теперь спрашиваешь, каким образом хлеб делается телом Христовым, а вино и вода – кровью Христовой?» «Говорю тебе и я. Дух Святой нисходит и совершает то, что превыше разума и мысли», – говорит преподобный в точном изложении православной веры. То есть, в этой, повторюсь, достаточно этикетной форме, на самом деле подчеркивается радикально важная мысль. При всей целостности, собранности, принесенном покаянии и в целом какой-то достаточно взвешенной и трезвой жизни священнослужителей, тем не менее, ни их личная праведность, ни их дары и заслуги являются гарантом того, что таинство, ради которого все мы собрались, произойдет. Здесь принципиальное действие Святого Духа – излияние благодати Божьей, которая обетована Христом своей общине верных до скончания века. Более того, Христос говорит о том, что когда и время закончится, радость соприсутствия с Ним будет только более и более полниться. Что он говорит своим ученикам до момента, пока я не буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.